Как мы знаем, третий сезон начался с нерфа джунглей, а также особенное внимание уделили Джарвану, Хеккаре, Мувай и Волибиру. Поэтому на этом этапе мы подошли к моменту, когда джанглеров понерфили больше, чем персонажей других ролей. Потом джанглеров опять подняли, к примеру Насуса, который сейчас крайне силен и против него крайне трудно играть, так как он очень толстый. Поэтому попавшие под нерф чемпионы ничего не смогут сделать Насусу, тот просто убежит. Такие герои, как Насус, Наутилус и Чагат, сейчас в хорошей боевой форме, так как они хорошо скалируются, они хороши в ранней игре и они выглядят сильнее на фоне понерфленных чемпионов. По старту третьего сезона было много сильных айтемов, например Вармок, но потом его несколько раз понерфили. При этом под удар попали такие сильные керри, как Зинжао, Джарван, Вай и Хэкерим. Все они подверглись сильному нерфу и вместе с ними некоторые айтемы. Поэтому мы вернулись к игре за субпорт джанглеров или просто толстых джанглеров. Все потому, что остальные просто не могли составить им конкуренцию. Кроме того, на сборку атакующих героев нужно много золота, а джанглеры люди небогатые. Поэтому приходится брать субпорт айтемы, типа Локет оф зе Айрон Солари. Основной причиной нерфа, я считаю, Вайн оде Керри по поводу частых смертей от джанглеров, что по сути имело место в начале сезона. 31 из 80 оде Керри показывали неплохую игру в середине и конце матча. Я разговаривал с некоторыми людьми насчет баланса, и они сказали, что если я найду способ обеспечить джанглеров уроном или придумать айтем, который обеспечит их уроном, но не повлияет на баланс на топ-лейне, это будет очень круто. Часто, когда игрок придумывает новые хитрости в джангле или на топ-лейне, это сразу нерфит. Поэтому мне сказали, что если я что-то придумаю, меня примут на работу или же напишут мне рекомендательное письмо, но я этого не хочу. Джанглеры, по сути, просто нуждаются в айтеме, который даст им урон и живучесть, и в то же время не будет злоупотребляться игроками на топе. Чемпионы, играющие на топе, очень похожи на джанглеров, но у них на 50% больше фарма, поэтому это большая проблема. Они первыми закупают айтемы и быстро проносят лейн. Из-за недостатка урона большинство джанглеров похожи на танков, поэтому почти бесполезны в атаке. Мели ДПС-классы так вообще беспомощны. Такие чемпионы, как Фиора и Мастер-И, мрут как мухи в начале игры, и их трудно сделать действительно сильными. Над этим тоже нужно активно работать. Это, наверное, самая большая проблема джанглеров на данный момент. Я бы не сказал, что игра за синюю или фиолетовую команду как-то отличаются. Единственное, что я считаю крайне странным, так это то, что правило первого пика дается синей команде, а фиолетовая команда всегда выбирает второй. При таком раскладе у синей команды всегда преимущество. Вы не увидите первый пик фиолетовой команды и второй пик синих. Я считаю, что именно фаза пиков и банов частично влияет на настроение обеих сторон, и как вы могли видеть, наша команда отлично справлялась, играя за синюю команду. Но если я не ошибаюсь, то ли в полуфинале, то ли в четвертьфинале, все игры были взяты фиолетовыми командами. Все зависит от играющей команды и от того, как они пикают чемпионов. К примеру, в матче ТСМ против GGU у нас в приоритете был первый пик. И так как мы в результате играли похожими персонажами, то второй пик оказался хуже, чем первый, так что первый пик нам очень помог. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.